Очень интересное сочинение такого очень самобытного композитора Яслава Судзиловского. Называется «Святая мультипликация». Оно сегодня вечером прозвучит на концерте. Оно тоже использует скардатуру, тоже очень кардинальную. И связано это с тем, что он очень во многом подражает звучанию народных инструментов. Ярославу очень интересует якутская культура. Он придумал свою систему, которая делит, насколько я помню, дециму на 10 микротонов. Фактически это, чтобы было понятно, это такая система записи микротонов. Для того, чтобы не писать, как он сам частично писал, чтобы не писать бесконечно эти четверть диеза, четверть бемоли. Но там даже меньше, чем четверть эти бемоли и диезы. И вот он для этого придумал свой собственный ключ и натоносится из семи строчек. Вот вы видите, для семи линейок. Где-то он опирается, учитывая, просто надо сказать еще, что Ярослав не только композитор, он, как бы сказать, исполнитель. И эта пьеса знаменательна тем, что она относится к пьесе, где автор сам в основном является исполнителем. Вот мы вчера с ним общались и работали. Он сказал, что сегодня у нас будет такой интересный очень для него опыт, потому что впервые, когда его виолончельную и сольную музыку играет кто-то, а не он. Чем еще интересны эти произведения? Во-первых, я вам скажу, что опыт показывает, что композиторы-исполнители, наверное, являются авторами самых таких ярких, наверное, и инструментальных пьес. С этому множество, на самом деле, есть примеров. Вот, поэтому она так немножко особняком стоит. Это единственная пьеса в сборнике, которую сочинил композитор, который волонтерист одновременно с этим. И здесь, конечно, поэтому сочетается много таких интересных и ярких приемов каких-то игр, которые, собственно, им самим опробированы и вышли у него как бы из-под рук, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что эта пьеса принадлежит к ряду тоже очень интересных сочинений, которые связаны с имитацией народных инструментов. В данном случае якутских народных инструментов. Почему я об этом говорю? Потому что есть целый ряд сочинений, на мой взгляд, достаточно тоже интересных сольных сочинений, которые подражают звучанием народных инструментов. Вот совсем недавно, вот мы исполняли неделю назад, было исполнено сочинение Яо. Это название. Автор Цинь Венчань. Цинь Венчань. Цинь, фамилия. Замечательный композитор китайский. И пьеса тоже подражает звучанию народных инструментов. И тоже там есть кардатуры, и тоже там есть использование народных лажелетов. Все. Замечательную пьесу узбекскому композитору мы играли. Это Саджа Шугу, который тоже подражает народным инструментам. Эти все опыты, они очень на самом деле интересны. Обращение к народу, к национальной культуре. И поэтому я говорю, что эта пьеса, вот она для меня как-то вот две линии продолжает развитие сольной литературы. С одной стороны, линию композитора-исполнителя, с другой стороны, линию, которая обращается к народной музыкальной культуре. И обе традиционные. И эти обе линии, они на самом деле в развитии, наверное, сольной исполнительной линии музыки для сольного инструмента, они очень интересны, на мой взгляд. Играет музыка для сольной музыки для сольной музыки для сольной музыки. Играет музыка 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 для сольной музыки для сольной музыки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok